На 17-м километре Намского тракта в микрорайоне Северный установили линии электропередач. Некоторые из многодетных семей живут там уже 4 года. И все это время без света. А теперь, когда подключат электричество, в свои дома переедут и остальные жители. Юлия Великодная расскажет подробнее. Представители Минстроя и ресурсных организаций ознакомились с ходом электрификации участков для многодетных. Более 100 семей построили свои дома мечты, но только 38 из них останутся зимовать. Наталья Холодильная, так же как и все, получила участок 4 года назад. Но не рискнула продавать квартиру и строить дом. В том году, допустим, у нас два новорожденных ребенка было. И проблема, врачи, конечно, сюда не поедут. В общем, родители едут туда в поликлинику, привозят врачей на дом. Ну, в общем, все в таком режиме. Но людям просто негде жить. Они продали квартиры, построили дома. Нам же свет обещали сразу. Алексей с супругой и четверо детей снимали квартиру. Когда получили участок, спешить со строительством тоже не стали. Только это и весной построили дом и переехали. Электричество в их доме было, но благодаря солнечным батареям. Но в это время года они уже неэффективны. В конце октября, в ноябре должны нас уже запитать. Ну, будем надеяться, что это сбудется. А пока будете жить, ждать здесь? Да, пока будем здесь ждать, да. Ну, сейчас еще переговорим. Якутская энергия, да. И что они сейчас еще скажут нам, когда будут запитывать у нас. Получается, зимующих несколько человек. Ну, не несколько, а довольно-таки нормально. И у всех детей. Тянуть линию Якутская энергия начала с мая. И к концу сентября компания подключит первые 340 участков к электричеству. А уже в следующем году свет будет у остальных 475 семей. Единственная проблема в том, что потребитель разбросан по очень большой территории. И в этом, конечно, сложно, что не все сразу получат услугу. Мы должны в апреле месяца 2018 года подключить два участка. Это 18 и 20. 21 и 22 у нас уходят на сентябрь 2018 года. Но, тем не менее, мы понимаем, что жители очень нуждаются именно в электроснабжении своих домов уже построены. Мы опережаем эти сроки. Для удобства жителей ресурсная организация начнет выездное заключение договоров по упрощенной схеме. Ну, а для стопроцентного подключения участков в микрорайоне Северный необходимо дополнительно 50 миллионов рублей. Но этот вопрос будет решен уже в следующем году. У нас объем финансирования должен вырасти. И потребность вот этого квартала мы должны закрыть. И, кроме этого, еще и другие кварталы по городу Якутску, которые выделены для многодетных семей. Это в Хатасах, в Магане, в Тулагине, на Кильдямском. Там еще дальше, по-моему, выделено. И вот эти кварталы тоже должны закрыть. Для создания инфраструктуры в микрорайоне Северный предстоит немало работы. Это и строительство дороги, и открытие магазинов и аптек. Но, как признаются жители, отдаленность поликлиник и образовательных учреждений – главная трудность. Юлия Великодна, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.